сегодня мы поговорим о романии или латинской империи другое ее название и как и обещал о загадочной тартарии которая на поверку оказывается вовсе и не загадочной если не заниматься откровенными спекуляциями на эту тему но сперва о латинской империи и так согласно официальной истории латинская империя образовалась следствие 4 крестового похода на константинополь в 1204 году крестоносцы сначала разграбили город а потом поделили между собой земли византийской империи и в то же время один из главных участников этого крестового похода даже венецианской республики энрико дандола похоронен современном соборе святой софии в константинополе но собор был построен не ранее конца 16 века потому что на всех планах константинополя 16 века изображена предыдущая версия софии в виде романской базилики историки не придумали ничего лучшего чем просто сбить даты жизни с надгробной доски энрико дандола похороненного в софии в конце 16 века так как в соответствии с их новой удлиненной версией истории современная софия была построена в шестом веке нашей эры то есть за тысячу лет до похорон энрико дандолу таком случае будет уместно предположить что поскольку в одном из двух главных морских сражений второй половины 16 века в битве при лепанта принимали участие венецианцы это они предоставили свой военный и транспортный флот для коалиции католических государств войне против турок то после разгрома турецкого флота последовала также и сухопутная часть оригинала 4 крестового похода которая закончилась взятием константинополя в том же 1571 году информацию об этом событии а также все изображения этого эпохального сражения историки зачистили точно так же как и даты на надгробной доске энрико дандола поэтому приходится пользоваться картинками близкими по содержанию турки с полумесяцем обороняли константинополь а двуглавый орел римского императора его штурмовал кто такие римские императоры смотрите мой фильм под номером 32 здесь также важно напомнить что императоры римской церкви профили которых изображены на римских монетах никогда не были римскими императорами а были просто императорами без какой бы то ни было привязки этого воинского титула какому-либо государству второе морское сражение второй половины 16 века определившая ход всей мировой истории это конечно же гравелинское сражение результатом которого стало поражение непобедимой испанской армады от английского флота после которого английский торговый флот получил свободу марии не только в северном полушарии но и в южном кстати это флаг святого престола папская тиара и ключи апостола петра в качестве символа поражения не только испанцев но и в целом католиков потому что главное противостояние в то время было именно по линии католики протестанты испанский галеон с папским флагом с двух сторон обстреливают английские флагманы на борту галеона художник в качестве сатиры изобразил молящегося монаха у протестантов не было института монашества и скелета в одежде шута до габсбурге и католики проиграли это сражение но это событие произойдет только через 17 лет после 1571 года в котором габсбурге вместе с папой праздновали великую победу над турками и в честь этого эпохального события папа григорий 13 устроил триумф марк антонио второму колонна который участвовал битве при липанта как один из командующих объединенным флотом гравюра подписано так торжественный вход его превосходительство господина марк антонио колонна в рим по случаю счастливой победы христианской армии над турками и дата этого триумфа 4 декабря 1571 года битва при липанта на этой гравюре не упоминается это первая странность а вторая марк антонио не был моряком и до битвы при липанта участвовал только в сражениях на земле скорее всего он был главнокомандующим сухопутными силами объединенной коалиции в другом месте и не на воде и вот почему цитирую статью триумф из брагауза и ефрона триумф допускался при наличности целого ряда условий и считался высшей наградой военачальнику который мог удостоиться лишь тот кто имел империум и вел войну в качестве главнокомандующего не подчиняясь власти другого полководца смотрим что такое империум приказание повеление право приказывать империум или империй применялся в военной сфере милите и гражданской доме тот кому давался империи мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни был ли у марк антонио второго колонна империй я такую информацию нигде не нашел хотя выглядел он как настоящий император то есть военачальник чем вам не марк антонио возможно прадедушка марк антонио живший во второй половине 15 века они в первом веке до нашей эры как нас уверяют историки да тот самый марк антонио который дружил с клеопатрой и он точно был императором но историки это титул за ним не признают потому что он не вписывается в их версию истории скорее всего марк антоний был из влиятельнейшего итальянского рода колонна смотрите мой фильм с порядковым номером 11 так вот даже если марк антонио второй колонна в битве при липанта и участвовал на этой гравюре один из кораблей христианской армады подписан его родовым именем колонна он не был главнокомандующим и подчинялся в этом сражении хуану австрийскому командующему объединенным флотом бастарду римского императора карла 5 так что за битву при липанта триумф ему по всем римским правилам и традициям был не положен либо эти правила были грубо нарушены что маловероятно так как марк антонио всю свою карьеру был сухопутным военным а значит его триумф был связан не с битвой на воде а со сражением на земле о чем свидетельствуют турецкие пленные их высокие головные уборы моряков такие шапки ветром бы сдуло в море и по кораблю в них перемещаться с низкими потолками внутренних помещений судна как минимум неудобно это однозначно пехота которой в битве при липанта взяться неоткуда естественно все источники повествующие о сухопутной фазе войны священной лиги с турками в 1571 году вычищены это иллюстрация якобы 4 крестового похода но в руках одного из защитников крепости явно огнестрельное оружие которое появилось не ранее 14 века согласно официальной истории тут нужно сделать еще одну оговорку латинская империя это позднее название придумано историками не ранее 18 века на самом деле это государственное образование называлась романия на картах 16 18 веков мы как раз и видим эту самую романию которая опять-таки согласно официальной версии истории должна была сгинуть еще в 13 веке о романе и поговорим чуть позже а сейчас мы ненадолго отвлечемся на другую тему которая всех нас волнует а кого-то и беспокоит это наше здоровье вот уже почти год как я и моя семья и мои родственники принимаем не каждый день а курсами с перерывами замечательное средство синтезит железа от компании синтез тех да это реклама но поверьте если бы я и те кому я рекомендовал синтезит после того как проверил его на себе испытали бы хотя бы малейший дискомфорт и сомнения его эффективности то я бы не только не стал бы вкладывать личностный фактор в эту рекламу но и прекратил бы ее выпуски синтезит действительно повышает работоспособность и выносливость организма это отметили все без исключений кому я его презентовал повышается как умственная работоспособность так и физическая вам предстоит завтра трудный день одна капсула синтезита утром и вы забудете про усталость до самого вечера что такое синтезит и почему именно это инновационное железо так феноменально эффективно первые эксперименты с синтезитом были проведены с лабораторными мышами серии с х кей велась круглосуточная видеозапись этих опытов благодаря повышению выносливости которую дает синтезит мыши получающий минерал за несколько дней прокрутили колесо более 500 тысяч раз это на 40 процентов больше чем показатель контрольной группы не получавший синтезит приобрести синтезит со скидкой до 10 процентов вы можете по моим промокодом ссылки на официальный сайт синтезита и многочисленные отзывы о нем вы найдете внизу в описании со времени изгнания последнего латинского патриарха из константинополя это и есть оригинал троянской войны копию которые историки перенесли в далекий 13 век до нашей эры запад 120 лет собирал крестовый поход против турок это была главная цель жизни папы пия второго он же легендарный троянец н.эй а под турками в то время понимались все подданные турецкого султана в том числе и славяне если они приняли турецкую веру именно так турками или магометанами в 16 17 веках называли последователей пророка мухаммеда или магомета европейском написании и произношении существует масса доказательств что турки вплоть до 18 века были не только этносом но и конфессией английский поэт середины 18 века политический деятель и путешественник эндрю марвел назвал нидерланды местом для турок христиан язычников и евреев основным местом сект и расколов только не евреев это не точный перевод а иудеев вот как это стихотворение выглядит в оригинале когда появилась религия она с востока отправила свой ковчег на запад на этой неизвестной земле он ударился и раскололся каждый взял от него по кусочку и из этих осколков появился амстердам город турок христиан язычников и иудеев главное место зарождения сект и кузнеца дословно монетный двор церковных расколов конец цитаты турки в этом ряду конечно же не национальность а вероисповедания семитская династия мехмеда я вуза сулеймана в 1571 году проиграла войну западной коалиции ядро которой составляли венеция и цесария или священная римская империя как ее называют современные историки на этой карикатуре аллегории цесарию символизирует орел а венецианскую республику лев после разгрома турецкого флота в битве прилипанта турецкий султан был загнан в мышеловку которая вот-вот захлопнется если птичка улетит символизирующая одновременно и святой дух и римскую церковь надписи на старой венецианском языке перевести не смог считается что сын сулемана великолепного селим 2 по прозвищу пьяница был слабым правителем на нем великолепный век турецкой империи и закончился и началась история оккупации турецких земель европейская часть которых получила новое название романия в английской книге изданная в 1608 году скорее всего эта дата поставлена задним числом сама книга отредактирована и перепечатана не ранее восемнадцатого века смотрите мой фильм под номером 58 в котором я рассказываю о тотальном переиздании книг 15-17 веков не вписавшихся своим контентом новую удлиненную версию истории так вот в этой книге есть описание турецкой романии цитирую опуская некоторые эпитеты к удовольствию читателя здесь приводится описание обширных территорий этого могущественного богатого и ужасного властелина который в наши дни это сарацинская нация запомним про сарацинскую нацию называет романией и натолией то есть анатолией романия в наши дни принимается за ту часть христианского мира которая раньше называлась грецией и содержит провинции фракию с ее херсонесом фракийским или иначе галлиполе это полуостров между эгейским и мраморным морями македонию и пир ныне албания ахею ныне ливадия пелопонес ныне морея и острова архипелага это греческие острова конец цитаты и так турецкая нация тут названа сарацинской то есть арабской семитской и это именно то о чем я уже говорил много раз в своих фильмах и книги что турки изначально были семитами близкими родственниками аравийских арабов именно поэтому ислам вплоть до 18 века назывался турецкой религией или турецкой верой а коран турецким законом написанном на понятном для всех турок семитов церковно-литературном арабском языке аналог латыни греческого коина и церковнославянского в первом переводе корана на русский язык 1716 года с французского перевода так и сказано сия книга разумеется от турков какие еще нужны дополнительные доказательства что родина ислама турция в европе мухаммеда называли сарацинским и турецким пророком он же сарацинский или арабский царь в константинополе мехмед фатих это арабское имя это он написал первую версию корана которую потом многократно правили после него главным образом сулеман великолепный прозванный кануни то есть законодатель и он же библейский соломон так что время написания последних редакций корана ветхого и нового заветов никак не ранее 17 века если судить по этому русскому переводу корана с европейских переводов 17 века чтобы понять кем были турки для европейского сообщества приведу пример с русскими на западе всех подданных российской империи а потом и всех советских граждан называли русскими грузины узбеки евреи все были русскими аналогично и с турками которыми могли быть не только турки османы семитские народы анатолии и этнические им родственные сарацин и арабы но и другие подданные турецкого султана принявшие ислам например славяне мы об этом уже говорили на этнографической карте европы 1918 года османы окрашены практически таким же цветом что и соседние арабы родственный им народ и в то же время эта же карта османов относят к тюркским народам это уже чистая политика не имеющая ничего общего с научными фактами судите сами в османском или старо турецком языке до реформ ата тюрка больше всего было арабских и персидских слов о персидском влиянии на османский язык мы поговорим как-нибудь отдельно а собственно тюркских слов в османском языке было всего 10 процентов примерно как в русском языке истории удлинили не только потому и возможно даже не столько потому что первых христиан преследовали римские папы и их императоры в 16 веке главной целью удлинение и фальсификации общей истории человечества была история восточной империи 15 16 веков и константинополя как центра первичной греко-семитской цивилизации городов полисов у грека в меньшей степени а у семитов финикийцы сарацены сирийцы арабы евреи историю этого периода исказили и полностью переписали чтобы лишить семитские народы своего главного исторического культурного политического и экономического центра константинополя города царей цареграда который они семиты до 1453 года делили с греками и славянами представьте что все граждан российской федерации для которых русский язык является родным и неважно при этом какой они национальности лишили исторической памяти а страну поделили на несколько государств и в каждом из этих осколков некогда единой страны в школах стали преподавать и внедрять языки местных коренных народов в качестве единственного государственного языка мечта наших западных партнеров на северо-западе финский язык центральной россии мордовский на юге россии адыгейский и так далее после этого историю русского народа перепишут а русскими будут называть те кто говорит на мордовском языке полученного слияния макшанского и эрзианского с добавлением английских слов для технического разнообразия лица останутся те же но народ уже будет другой и от его имперской ментальности уже ничего не останется именно это и было проделано с турецкой империи а потом из молодой турецкой республикой сперва турок лишили их великой семитской истории и семитской династии давида соломона то есть я вуза сулеймана лишив последних семитского арабского происхождения а в завершающей фазе этого процесса контрольным выстрелом в голову турецкой семитской ментальности стала языковая реформа мустафы кемаля ататюрка который создал совершенно новый турецкий язык на сто процентов чуждые носителям старого турецкого османского языка и все турецкий народ лишился своей исторической памяти и возможности культурно и политический объединиться с родственным арабским народом которому он дал ислам то есть закон турецкий турецкая империя турецко арабский союз это союз семитских народов он был практически равным западной европе в военном и экономическом плане до 1571 года но великая семитская история была переписана а историческая память народов их ментальность переформатированы новым турецким языком первой половине двадцатого века были отуречены не только турки османы но и греки армяне кто уцелел курды и так далее но как сделать так чтобы все забыли речь тогда шла только о будущих поколениях потребителей новой удлиненной истории что турки и их султаны не семиты и не близкие родственники арабов а относятся к другой языковой группе к татарской а очень просто нужно татарские или тартарские языки от слова тартария как их называли в европе например французы назвать тюркскими языками после чего даже образованному человеку не придет в голову мысль что турки именем которых названа тюркская то есть татарская языковая группа могли до двадцатого века принадлежать к другой языковой группе в психологии этот прием называется подменной понятий когда в привычные нам слова и определения вкладывается другой иногда совершенно противоположный смысл ну и раз уж речь зашла о тартарии как и обещал выскажу свое мнение об этой загадочной земле или точнее землях поскольку тартарий было несколько а загадочная тартария стала благодаря стараниям всего лишь одного историка альтернативщика решившего поиграть на патриотических чувствах русских людей такие русофилы хуже русофобов потому что предлагают искать русским людям русскость там где ее никогда не было да еще и на чужой земле на этнически чужой земле которая если и принадлежала российской империи то только в качестве подконтрольной имперской территории но не как исконная земля русов или славян чтобы легко и просто понять что такое тартария и кто такие тартары откроем книгу изданную в лондоне в 1780 году которая называется россия полный исторический отчет обо всех народах составляющих империю второй том оглавление этого тома начинается с названия раздела тартарские народы и далее содержание глав виде наименований этих народов тартары казанские и оренбургские туралинцы тартары тобольска тартары томска ногайские тартары поселения около кавказских гор бухарцы татарские колонии здесь речь идет о поселениях некоторых тартарских народов вдали от своих автохтонных территорий башкиры и так далее думаю вы уже догадались что тартары в этой книге это попросту татары google правильно переводит то есть степные кочевники народов значительной части евразии отсюда и множество тартарий например московская тартария или тартария московитов почему она московская почему тартария московская потому что входила в состав российской империи и на момент издания этой голландской карты 1742 года название российской империи еще не устоялось и не было общеупотребимым а тартарии она называлась потому что это было общее европейское название территории евразийский кочевников степняков также было много спекуляций что в якобы первом издании британской энциклопедии 1771 года есть описание государства тартария вот эта самая статья цитирую обширная страна в северных частях азии ограниченная сибирью на севере и западе называется великой тартарией тартары между московией сибирью и каспийским морем это тартары астрахани черкесии и дагестана между сибирью и каспийским морем расположились тартары калмыки тартары узбеки и моголы не монголы занимают территорию к северу от персии и индии и наконец жители тибета живут на северо-западе от китая тут некоторые альтернативщики зацепились за английское слово country страна но это слово не всегда далеко не означает государственное образование чаще это сельская местность деревня провинция в англо-русском словаре 19 века country не имеет значение государства еще один источник немецкий справочник для молодых коммерсантов 1790 года составлен через 19 лет после первого издания британской энциклопедии цитирую тартария или великая тартария огромная земля в азии население которое состоит из тартар калмыков и монголов одна часть принадлежит царю россии другая китайскому императору а остальные части поделены между различными ханами и князьями то есть великая тартария 18 веке не было отдельным государством а как территория поделена в основном между русским царем и китайским императором карта азии датирована 1754 годом да там были свои местные царьки ханы и баи но их территории не были суверенными и находились в вассальной зависимости от других суверенов и кто сказал что это политическая карта это всего лишь название основных географических частей азии государство аравия никогда не существовало и индия на этой карте очень большая вместе с индокитаем такого государства тоже никогда не было есть такое современное понятие в этнографии истории географии историческая область или исторический регион например скандинавия это не государство а историческая область прибалтика германия и так далее скандинавия это несколько суверенных государств а германия это не только историческая область но и современное государство это аналогичная карта только европы 1754 года того же автора из той же серии и тут тоже изображены не государства а исторические области государство италия появится более чем через сто лет после этой карты в 1861 году венгрия как отдельное государство появится только в 1918 году с распадом австро-венгрии обратите также внимание россия и московия это разные исторические области или регионы но не государства потому что на момент издания этой карты обе эти территории принадлежали одному государству и если у кого-то еще остались вопросы что такое русь и кто такие русские как например у этого украинского автора смотрите мои фильмы под номерами 23 и 24 там есть на них ответы есть еще один артефакт который как бы свидетельствует что россия даже после войны 812 года все еще находилась в границах европы то есть до урала на памятники в смоленске благодарная россия героем 1812 года установленном в 1912 году ровно через сто лет после этого эпохального события изображена карта россии без сибири или московской тартарии видимо потому что под благодарной россии устроители этого памятника понимали только собственно россию великую малую и белую а сибирь это сибирь и всего лишь часть российской империи или советского союза в представлениях западных картографов как например на этой карте 1925 года сейчас все поменялось россия это вся российская федерация а например украина это уже не россия понимаете товарищ раввин украина отдельная суверенная независимое государство возвращаемся к акте великой тартарии чтобы проверить кого европейцы называли тартарами в нижнем левом углу этой карты под московии европейской малая тартария которая является частью понтийско-каспийской степи коренной народ крымские татары основной род занятий пастбищное степное кочевое животноводство независимая тартария это современная средняя или центральная азия которая в середине 18 века действительно была независимой и еще не входила в состав российской империи и это тоже территория кочевников скотоводов в основном но есть и исключения например ферганская долина территория земледельцев а независимость независимой тартарии тогда понималось исключительно как независимость от европейских колониальных держав число которых входило и россия справа от независимой тартарии китайская тартария современная синьцзянь уйгурский автономный район и обе монголии и это тоже территория кочевников более подробно о формировании татарских или тюркских народов как это принято сейчас говорить а также других этнических общностей и их языков читайте в моей книге другая история римской империи книгу можно купить на озоне ссылку вы найдете внизу в описании подведем итог этого фильма латинская империя или романия была образована как оккупационный режим по результатам войны коалиции католических государств с турецкой империи начале 17 века католики были вынуждены покинуть константинополь и иерусалим прихватив собой священные реликвии из храма господа не путать с храмом гроба господня чтобы навсегда устранить главного европейского конкурента в средиземном море союз турок семитов и арабов семитов было принято решение совместный проект католиков и протестантов переписать историю турецкой империи а почему в этом были заинтересованы также и протестанты и прежде всего англичане расскажу как-нибудь отдельно в результате семитскую династию давида соломона задвинули в глубокое мифическое прошлое их оригинал явуза и сулеймана объявили тюрками то есть татарами а всех турок подданных турецкого султана а потом и граждан турецкой республики постепенно переформатировали с помощью лингвоцида более мягкой формы геноцида убивающего народ не физически а ментально были турки семитами стали турки тюрками то есть татарами для чего татарскую или тартарскую группу языков обозвали тюркской то есть турецкой в переводе с других языков о тартаре я рассказал потому что обещал а также еще и потому что на отдельный фильм эта тема не тянет если без воды и еще один вопрос на который также обещал ответить почему католики свернули проект латинской империи короткий ответ на него состоит всего лишь из двух слов 30-летняя война война католиков с протестантами первая общеевропейская война бою я на два фронта католики решили что главный их фронт находится не на востоке а у них дома в западной европе и прежде всего в голландии габсбургов в следующем фильме эта тема будет продолжена на этом у меня все спасибо за ваши донаты всего вам доброго и до новых встреч с вами был александр таманский